Женет Георгиевич, по вашему поручению, мною была проведена ревизия на одном из подразделений предприятия ДРСУ, отдел ритуальных услуг. В ходе проведения данной ревизии, информация, которая была кем-то поставлена, была предприятия, получена, я могу подтвердить следующую ситуацию. За 2015 год было зарегистрировано только на кладбище, которое находится у нас, новое кладбище по улице Лунбру, было зарегистрировано 1120 похорон, из которых было выкопано эскаватором 548 могил. Эти все деньги были приходованы без проблем. Значит, остальные 572 могилы были выкопаны, которые ручены им путем. Значит, эти все деньги были похищены с предприятиями. Сумма составляет миллион триста тысяч. То есть, это за какой период? Это за 15-й год. За 15-й год, да? Да. То есть, всего было, получается, 1100 с лишним захоронений. 1120. 1120. Из которых 548. По приходу оно только было. Это то, что экскаватором предприятие оказывалось. 572 то, что копали вручную. У нас одна, две триста, была стоимость тогда, две триста, одна вручную. Значит, эти деньги в кассу не попали? Не попали. Ни один день. Общая сумма ущерба, хищения какая предприятия? Примерно миллион триста тысяч. Миллион триста? Это за 16-й год. 15-й или 16-й? То есть, 15-й год, извиняюсь. Что касается за последние два с половиной года, значит, бургалтер просчитал. Значит, получается, за 14-й, 15-й и полугодия 16-го года, сумма похищенных денег составляет 3 миллиона 254 тысячи лей. Как комментируют вот эти похищенные деньги те, кто этим занимается? Мне интересно. Есть же директор кладбища, да, который набирает. То есть, эти деньги кто забирал? Директор кладбища. Смотритель. Там была такая Валентина Ивановна смотритель на кладбище, которая была. Значит, я ее уволил только, когда пришел, по информации, которая уже была. Последующую, значит, там работала так. Ее сын работал, ее племянник работал и третий человек, который... Три гробокопателя вот этих, которые были. То есть, эту схему организовала директор кладбища, правильно? Да, директор кладбища, да. Значит, что касается этих, которые копали ямы. Вот у меня есть их объяснительный, где они признали свою вину. И они признали, что они только брали по тысячу пятьсот лей, а все остальные права... Директор кладбища была, директор кладбища была, эти все деньги. То есть, полторы тысячи лей из этих денег оставляли себе именно те, кто копали, то есть рабочие... Они не оставляли, она им давала. То есть, деньги все проходили через директора кладбища. То есть, директор получал все деньги... И уже им давало по пятьсот лей каждого. Им давало по пятьсот лей каждого за работу, и восемьсот лей оставляло себе, получается. Получается парадоксальная ситуация. Значит, наши на предприятии люди официально устроенные, они полностью имеют зоцпакет. Они имеют все блага, которые... зарплата имеется в виду, и при всем том, они работали только на себя. Эти люди все дали объяснительные, то есть, они подтвердили все это, да? Да. Это все эти три человека. А сын не хотел дать никаких показаний, абсолютно. Я его уволил, безусловно, по статье уволил. Племянника тоже сам уволил сразу же по статье. А остался только один, который сегодня дал признательные показания. Он остался на работе, на прежней работе. Мы уже сейчас приняли других сотрудников. И каждый день уже приходится уже сумма. По вашему поручению, были пересмотрены также тарифы на копку ямы. Значит, мы с 2300 лей просчитали правильно это самое. И людям сделали скидочную сумму примерно 600 лей. То есть, сегодняшняя копка ручной могилы стоит 1722 лея. То есть, если я понимаю, что бывшее руководство, те, кто были до вас, они грабили не только живых, а грабили полчаса или мертвых. Да, исходя из ситуации. Общая сумма, еще раз сказать, 3 миллиона 254 тысячи, да? Да. Предполагаемая эта сумма. Тогда вы почитали количество захоронений. Да. Перемножили, да, на сумму стоимости копки могилы. Уже в рамках, наверное, уголовного дела. Потому что эти все материалы по вашему поручению мы направим в правоохранительные органы компетентные, которые будут проводить расследование. Уже под расследованием будет установленная реальная сумма, проведется ревизия дополнительная, проведутся уже дополнительные мероприятия со стороны правоохранительных органов, где будут, естественно, спрашивать людей, кто давал, сколько давал, готовят пользуясь моментом. Мы должны настроить людей, безусловно, потому что люди мне звонят почти каждый день, у меня тогда взяли такую сумму, тогда такие. У меня есть адреса, есть телефон этих людей, которые готовы дать полностью показания, кому давали, сколько денег. Значит, я хочу обратиться к гречанам, которые пострадали, которых заставляли платить эти деньги. То есть все любые, любая информация, которая есть, связана с незаконной деятельностью бывшего директора кладбища, бывшего руководства ДРСУ, можете не звонить, можете не стесняться, можете звонить в примарию, можете звонить новому руководителю ДРСУ, Пчелев Сергею Владимировичу, информировать о всех правонарушениях, значит, и плюс, можно сегодня, в принципе, людям сказать, что вместо 2300 лей, они будут платить 1720. То есть на 600 лет будет дешевле стоить это услуга. И плюс напишите одно письмо, как фамилия этой директрисы кладбища? Не помню. Вот это Валентина Ивановна, директрисы кладбища. Напишите также письмо, прямом смысле, напишите письмо со всеми этими деньгами, которые она прикарманила в течение этого периода времени, и пусть не постесняется вернуть по-хорошему эти деньги муниципальному предприятию. Она организовала схему, пусть вернет деньги, пусть вернет деньги. Я, Женат Георгиевич, хочу добавить, что это мы только взяли анализ двух с половиной в последних лет, а это длилось на протяжении всех прежних руководителей. То есть это была тенденция на протяжении более 10 лет это все длилось. Эти все деньги никогда не приходывались в кассу, несмотря на то, что... Если мы берем полтора миллиона в год... Ну, грубо говоря, где-то полтора... Полтора миллиона в год за... Те же, можно просто угодно 10 лет, потому что у нас есть книжки... То есть украли минимум 15 миллионов лет. Деньков примерно... Что по тому курсу, когда эти деньги крали. Значит, полтора миллиона, если сегодня это порядка 80 тысяч долларов, то тогда это было 120 тысяч долларов в год. Да, это так примерно, это же варьирует в этих размерах. Шикарно. Более миллиона долларов из карманов жителей Бельси, те, которые хранили близких людей. Это плохо. Я, в свою очередь, был и создал комиссию на данном ритуальном подразделении. Значит, нами была произведена командировка. Мы выехали в Кишинев по обмену опытом в Кишинев, где там встретились с директором ритуальных услуг. Мы уже сходили на армянское кладбище. Мы уже посетили вот это кладбище Доник. Значит, посмотрели их рецепт, их побеседовали, обменялись опытом. Мы на сегодняшний день готовы через муниципальный совет провести, потому что у нас только одно постановление правительства есть, которое регламентируется в деятельности как ритуальных услуг и положение кладбища, которое было в 2008 году. Все остальные законодательные акты проводятся только решением муниципального совета. На все еще время мы готовим. На первом уже в муниципальном совете будет предоставлено как это самое, как виды будут табло, на табло будут все указаны виды услуг. Мы, в свою очередь, уже зарезали бордюры на кладбище, и на эти деньги, которые будут экономиться, тут мы производим дорогу по кладбищу. Не деньги, которые будут экономиться, а деньги, которые будут ряда поступать, а не делиться по карману. Да. Мы должны угородить кладбище, сделать по периметру полностью забор. На примере города Кишинева поставится шлагбаум, чтобы там не заезжали, каждый проходилец там не надо же еду. Значит, можно нанять какое-то частное охранное предприятие или паза дистанта рассмотреть, потому что очень многие люди жалуются, что когда приходят на кладбище, там есть какие-то уже там ГОП-компании, которые приходят уже чуть ли не в наглую, отбирают у людей эти поманы, например. То есть, чтобы там был не просто сторож, а были люди, которые отвечают за безопасность. По кладбищу понятно. Это очередной бизнес, который существовал в Бельцах до моего прихода. Пожалуйста, 5 миллионов лень из карман сквейчан перекочевали группе лиц, которая устроила себе бизнесочки на похоронах людей. Значит, по вашему муниципальному предприятию, помимо кладбищи, меня интересует, какие у нас изменения с парковками? Значит, что касается парковок, мы только выставили буквально на территории, там с документами была очень сложная ситуация возле, взяли тоже проходимцев, собрали там возле муниципальной больницы, поликлиники. Вот только выставили сегодня первый день. Что касается улицы Байдукова, значит, она была парковкой реально убитой, в смысле, там давалась информация, что она убитой. Значит, мы прошлое воскресенье взыскали, значит, собрали 5 тысяч лень, позапрошли 4 800, а за деньги, да, и каждый день у нас от 2 до 5 тысяч лень, это каждый, в смысле, в базарные дни, вот такая сумма поступает касается. То есть, как взялись за парковки, парковки, которые были убыточными, стали прибыльными? Стали прибыльными, причем очень, действительно, ощутимая помощь предприятию. Значит, нам многие также были уволены буквально в прошлое воскресенье были изоблачены 2 сотрудника, которые тоже уже нам, которые были назначены, несмотря на то, что нам были назначены, все равно они воровали. Значит, мы обнаружили увол, я также говорил, их постать есть предприятие захищения, деньги, которые на парковке мы там ворвали. Значит, на сумму денег, которую мы собираем, значит, мы закрываем, потому что у нас есть полтора миллиона долги, в ближайшее время, я думаю, что мы эти долгие все перекроют, которые у нас есть, и для развития предприятия эти деньги мы хотим приобрести. Назначная первая фрезерна предприятия купить, однозначно, потому что мы производим ремонт дорог, но не того качества, которое хотелось бы поселить. Следующим этапом нам надо купить новый асфальтовкладчик, так как дороги желали бы, конечно, быть действительно, реально, быть лучшими. И уже существующую технику, которая нам нужна для технологии укладывания асфальта. Что по предприятию вы должны были разобраться с хищениями, которые производились внутри, потому что очень много было разговоров на то, что пропадает топливо на предприятиях, списываются запчасти на автомобили, которые по пять лет там не выезжали из гаража. Что на эту тему можете сказать? Ну, на сегодняшний день выявлено действительно не приходилось в размере 300-350 литров бензина ежемесячно, списывалось на машину, которая пять лет не выезжала с предприятия. Но до сегодняшнего дня, в связи с тем, что на больничном находятся сотрудники предприятия, которые работали на этом предприятии, в лице руководителей, находятся на больничном, поэтому не представляется возможным запчасти. Уже ждем их полное выздоровление, будет видно, как дальше пройдут эти расследования. Они, надеясь, что выздоровеют и сразу заболеют. 350 литров это в месяц списывалось по запчастям? Да, в месяц на одну из машин, по запчастям. Там проводятся сейчас внутренние аудит предприятий, которые поднимаются все, потому что там очень большой объем работы. Там просто много написано на автомобиль «Волга», примерно списывался, они пишут, на какой номер. И это все надо проводить. Благодаря сейчас проводит полный аудит, они все накладные поднимают. Планы по ремонту. Значит, что касается ремонта дорог, я могу вам предложить следующее. Значит, мы закончили улицу Ивана Фронтой, которая была, причем получилось неплохо. Значит, заканчиваем улицу Саровскую, я думаю, буквально сегодня, максимум завтра мы закончим. И будем переходить на улицу Стрейского. Мы там начали уже, снимали бордюры, все такое. Ну, все в связи с тем, что надо было срочно заканчивать Саровскую, мы туда перекинули две бригады, для того, чтобы уже хотя бы одну дорогу довести до ума. Значит, в ближайшие дни мы начинаем улицу Стрейскую, параллельно будем идти в Первомайский угол, Киевский вот этот угол мы должны ремонтировать, дальше идем по Киевской на Северном вокзале, там у нас есть заделы, заделы, которые мы должны сделать. Потом мы выходим на улицу Ферогярилу, также и улицу Провозку. Это ближайшие дни, что мы должны делать. Что с ямочным ремонтом, вот, в Буэнской части, Паштепан-Чалмаре, в сторону Молодого? Значит, да. Есть яма, которая, я сам ездил, до 20 сантиметров, понимаете? Мы должны, безусловно, там провести также следующий текущий ремонт, но там необходимо проведение снова тендеров на выигрыш. У нас также есть проблематичная ситуация по улице, и мы начали уже, произвели ремонт, защернили улицу Садовую, где также надо будет принять какое-то решение, потому что там мы сделали ливневые две канализации, перелезаем там вверху, где себя сносил, и также на выезде на центральную улицу Гагарая. Значит, обсуждайте с коллегами вопрос, касаемо Садовы, и если надо, то на самом деле положите асфальт, потому что то, что вы сделали до сих пор, не будет иметь никакого эффекта, и следующей весной этой щебеки не будет раст. Меня все-таки интересует яма, которая есть в городе. Люди что, должны ехать, ездить, разбивать машины, ждать, пока пройдет тендер? Или все-таки как текущие работы, если установили, что на той или иной улице появилась огромная яма, какой тендер, значит, нужно в счет текущих работ это делать? Я не понимаю, просто людям что, говорит, не, подождите, мы проведем тендер, а мы пока... У нас была создана рабочая группа в главе с начальником ГУХХ, господином Зиньковским. Мы были наметили эти ямы, это в районе Кнамфов, там проезжает ТЭЦ, между Кнамфовым и ТЭЦом там есть эти ямы, и вот эту территорию, которую вы, наверное, назвали. Наш дом буквально сегодня завтра сделает документальную часть, которая должна быть, и она у нас побежит, и мы эти страны, и недостатки. Я думаю, на следующем деле не будут все страны. Я желаю вам успехов в вашем нередком деле, начиная от кладбища заканчивать дырой. Спасибо. Да, всем пока.